Шаббат шалом! Шаббат шалом! Все проснулись. Слава Господу. Знаете, из Японии, когда я недавно вернулся, Женя переводит совершенно честно, потому что он тоже недавно вернулся оттуда. Одна из самых главных вещей, которые люди хотят оттуда привезти, и которую мы не привезли, Это, конечно, японская традиционная одежда, да? Кимоно. Но оно очень дорогое. Особенно если это действительно настоящая, не сделанная для туристов поделка. И тут вспоминается старая гравюра, на которой изображена женщина, древняя гравюра, у которой очень дорогое кимоно, оно стелется рядом с ней красивым образом. Видно, что это не дешевое кимоно. Возможно, оно стоит больше, чем все наши зарплаты за пару месяцев, а то и больше. Но на этом кимоно дело в том, что сел кот. Сел кот. А девушке надо идти. И она берет ножницы. И отрезает кусок кимоно, чтобы не беспокоить спящего кота. Некоторые из вас смеются. Да, нам сегодня это смешно. Потому что наше общество учит нас в первую очередь ценить кого? Себя. Ценить наше положение в обществе, наше удобство, наш комфорт. Когда мы подходим к чтению этой парашат шаву. И читаем те законы, те повеления, которые дает Маше. Мы видим что-то, что не совпадает с этой точкой нашего зрения. К примеру, 21 глава, 18 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буйен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Что-то не стыкуется, да, с нашим мировоззрением. Его не выловили где-то, его родители приводят на эту смертную казнь. Не за то, что он убил кого-то, а за то, что его образ поведения, его образ жизни не соответствует высоким стандартам общества Израиля. Мы видим, что здесь Маше показывает что-то большее, чем наш комфорт. Более того, он не строит какую-то религиозную систему. 23 глава, 18 стих. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего. Он не хочет денег нечистых. Он не хочет поведения нечистого. Он не хочет, чтобы мы поняли, что есть нечто большее, чем мы сами. И здесь, через все эти заповеди, некоторые из них звучат странно для нас. Знаете, есть сегодня много толкований, много споров, особенно тех местах, где говорится, из двух тканей не делать одежду, не сажать рядом два злака. И что-то для нас непонятно. И может быть мы сразу включаем такую логику. У нас два варианта. Либо сказать, непонятно, но мы будем делать, либо сказать, непонятно, но мы не будем делать. Есть еще третья опция. Понять. И я думаю, что тот способ, который мы можем понять, это понять общий смысл, о чем говорит нам Господь. Конечно, сегодня буквально мы непослушных детей не приводим на смертную казнь. Но мы должны понять, что есть цели у Бога не только для нас, не только для нашей семьи, но и для нас как народа. Мы должны понять, что есть мотара для Иллюхи, не только для нас, или для нас как общины. Мы не созданы просто так. У нас есть цель. И эта цель иногда стоит того, чтобы отрезать кусок кимоно. Выйти из нашего смартфона. Выключить наш компьютер. И сделать что-то для Господа. Богу не нужны наши деньги. Богу нужно наше сердце. Он нужно наше сердце. И тогда мы принесем ту жертву, которую Он действительно хочет от нас. То, чему учит это место, это приоритетом. Первый приоритет наше взаимоотношение и взаимоотношение Бога. Наши взаимоотношения и взаимоотношения общества. Наши взаимоотношения с нашей семьей. Наши взаимоотношения с нашей общиной. То, на что Господь обращает внимание. Ставим ли мы удобство и комфорт того, кто рядом с нами, нашего ближнего, выше нашего собственного? Еще одна вещь, которая в Японии удивляет. Очень маленькие квартирки, очень маленькие машинки, и кажется, все такое маленькое, и знаете, наши мажоры приезжают туда, и сразу у них такое, ну, эти японцы, ничего в жизни не понимают. Не могут заработать на нормальный коттедж, чтобы подвинуть всех соседей и обнести забором на три километра вокруг. Забрать пруд, лес, и пусть завидуют все вокруг. Они это делают не потому, что у них нет денег, братья и сестры. Они это делают потому, что они сознательно решили, как вот это есть слово на еврейском, или цемцем, да? Сжать себя. Они цемцемим от себя в мудрость, чтобы другим было место. Нам есть с чему поучиться. Нам есть из чего взять пример. Вот так говорит Маше о обществе Израиля в этих главах. Он дает эти принципы, в чем себя уменьшить. В чем вынести себя за скобки? Есть немало общин, где, к сожалению, пастор настолько велик, что за его личностью не видно остальных. Есть страны, где, несмотря на демократию, личность одного руководителя затмевает весь парламент и всю страну целиком. Есть семьи, где личность одного из членов семьи выше всех. И это не то, чему учит здесь Маше. Кому и чему мы даем место. Просторно ли в нашей жизни для других людей? Просторно ли в наших общинах для других людей? Просторно ли в нашей стране, смотрите, скоро на выборы для других? Это те вещи, те вопросы, которые, я верю, Господь хочет нам задать. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы хотим исполнить то, что Ты нам поручаешь. Мы просим Тебя о мудрости Твоей. Мы просим Тебя о смирении в наших сердцах. Мы просим, чтобы в нашем сердце было достаточно места для других. Мы просим Тебя, Господь, милости Твоей, в любви Твоей. научи, научи нас как быть добрыми служителями Твоими. Как быть людьми по сердцу Твоему. Господь, мы не хотим быть теми детьми, которые избалованы, которые видят только себя. Но мы хотим быть такими, какими Ты нас хочешь видеть. Да будет Тебе вся слава. Да будет Тебе вся хвала. Аминь. Слава Господу. Редактор субтитров А.Семкин